Трудные места описания с библейским порталом Экзегет. Сейчас такое вроде бы не очень трудное место, но очень интересная проблема. Мы встречаем 10 заповедей в двух версиях. В книге «Исход» 20 глава и в книге «Второзаконие» 5 глава. Ну, второзаконие, оно на то и второзаконие, это повторение закона. И, в принципе, все одно и то же. Различия крохотные между двумя текстами, кроме одного случая. Объяснение заповедей, почему надо соблюдать субботу. Давайте я прочитаю сначала в книге «Исход» версию про субботу. Книга «Исход» 28 глава 20 стих 8. «Помни, что суббота – священный день. Шесть дней работы, выполни все свои дела. А седьмой день – суббота. Он принадлежит Господу, твоему Богу. Работать этот день нельзя никому, ни тебе, ни сыну твоему, ни дочери, ни рабу твоему, ни рабыне, ни твоему скоту, ни переселенцу, что живет в твоем городе. Ибо шесть дней Господь творил небо и землю, и море, и все, что их наполняет, а в седьмой день пребывал в покое. Поэтому благословил Господь субботний день и сделал его священным». Вот очень важная заповедь, между прочим, как-то мало ее соблюдают, а она ведь на одном уровне с «не убивай, не воруй, не прелюбодействуй», да? На одном уровне. Седьмой день принадлежит Богу. Почему? Потому что Господь отдыхал, пребывал в покое в седьмой день после шести дней творения. Давайте прочитаем версию второзакония. Пятая глава, двенадцатый стих. И дальше. «Соблюдай субботу, священный день, как повелел тебя Господь, твой Бог. Шесть дней работай, занимайся делами, а на седьмой день суббота он принадлежит Господу твоему Богу. Работать в этот день нельзя никому, ни тебе, ни сыну твоему, ни дочери, ни рабу твоему, ни рабыне, ни быку твоему или ослу, ни какой скотине, ни переселенцу, что живет в твоем городе. Пусть твои рабы, твои рабыни отдохнут, как и ты». День отдыха. Там священный день, здесь день отдыха. И дальше объяснение, пятнадцатый стих, самое удивительное. Я читаю перевод российского библейского общества, кстати. Пятнадцатый стих. «Помни, что ты сам был рабом в Египте, а Господь твой Бог вывел тебя оттуда рукой своей могучей, десницей простертой. Поэтому Господь твой Бог повелел тебя соблюдать в субботу». Нет, шесть дней творил, а на седьмой день пребывал в покое. Понятно, и ты шесть дней твори, а на седьмой пребывай в покое. Параллель. А Господь вывел тебя из Египта, поэтому шесть дней работай, и ты на седьмой день отдыхай, и ты, и твои животные, и твои рабы, и переселенцы, которые у тебя живут, то есть не израильтяне. Где логика? И вообще, какая причина основная, то, что Господь так сделал, поэтому и ты делай так, или надо отдыхать, в конце концов? Что надо отдыхать, люди вообще-то не забывают. На Ближнем Востоке особенно, они любят отдыхать. Не надо им напоминать об этом лишний раз. Ну, то, что ты был рабом в Египте, очень хорошо объясняет, там не было выходных, у рабов выходных нет. И, кстати, то, что у нас раз в неделю выходной у всех, ну, как правило, бывает в основном даже два теперь, это все-таки впервые появилось там, в древнем Израиле, и у всех народов были свои праздники, были свои поводы не работать, но чтобы это было регулярно, раз в семь дней отдых, такого не было нигде. В Египте, конечно, тоже. И в результате возникает такая ясная параллель. Вот вы были в Египте рабами, вы трудились без отдыха, поэтому вы не должны этого требовать ни даже от своих животных, не говоря уж о рабах и переселенцах. Отдых – это священное. Как отдых – это священное? Молитва, богослужение – это священное. Вот этот день священный, в смысле, что нужно молиться, нужно посвящать его, там, чтению Писания, каким-то еще вещам. И отдыху тоже. Какая версия изначально? А мне кажется, что вот это расхождение между двумя объяснениями заповедей о субботе очень хорошо показывает вот эту двуплановость священного Писания и вообще бытия. Вот есть священное, и есть общественное. И между ними очень важная и тесная связь. Потом придут пророки, которые скажут, если ты ненавидишь брата своего, угнетаешь его, притесняешь, не судишь справедливо, но считаешь, что с Богом ты обо всем договорился, ты глубоко не прав, Господь не примет от тебя этой молитвы. Но уже здесь это есть. Этот день священный, поэтому это день отдыха для твоего раба. Это день отдыха для твоего раба, потому он и священный. Потому что ты сам был рабом, потому что ты сам через это прошел. И здесь закладывается, пусть на каком-то очень пока низком уровне, но закладывается идея братства всех людей, сотворенных Богом, прошедших через опыт вот и тяжелого труда физического и чего-то еще. И этот опыт становится какой-то важнейшей частью человека как существа. Не просто вот хорошо бы отдохнуть иногда, а сама идея, что время – это тот ресурс, который не принадлежит тебе целиком. Казалось бы уж, что время у каждого свое, да? Вот денег не хватает, здоровья не хватает, а времени-то у всех поровну, у каждого есть свое время. И вот то, что это ресурс, который ты тоже отделяешь, некоторую важную постоянную часть для Бога, а для Бога это значит и для ближнего, и для тех, кто зависит от тебя, и даже для животных, которые у тебя есть, для того, чтобы они могли отдохнуть. Что вот эта жертва Богу и помощь, сочувствие, милосердие к тем, кто рядом – это в принципе одно. Вот это уже заложено в заповеди о субботе, и причем именно потому, что эта заповедь дана в этих двух, казалось бы, разных вариантах. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok